Ой, ребята, чё-то я сегодня разошёлся, всем няшки пацаны, решил записать сейчас вдогоночку вторую серию, ну потому что у меня сейчас просто желание появилось заново, как будто я заново для себя игру открыл, появилось просто охренительное желание играть в фифу. Изменил я немножечко сейчас состав старичков, нет, уже успели, уже успели посоветовать, то есть комментарии у меня сейчас, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, наконец-таки и просмотры начали подниматься, и комментарии идут так быстро, что никто не узнает, что я гей, да? Ладно, так, нет, это не тот состав, да, кстати, мне также ещё успели, уже успели сказать, что гибрид это когда 100% сыгранность, ладно, вы говорите, что гибрид это 100% сыгранность, хорошо, посмотрите на это, мой любимый состав, 97, ну это почти 100%, но 97 сыгранности. Мне посоветовали купить Кассилиса, Кассилиса посоветовали купить, блин, мне пришлось за него 30-ку отложить, навалить, 81-го года рождения, пришлось мне за него заплатить, надо, в принципе, уже прекращать тратить деньги и оставить их для паков. Так, ну и также посоветовали купить Пуёля за место Пике, да, я, извините, конечно же, да, я ошибся, что Пике старый игрок, извините, ребят, сонный был, у меня просто команда была, ну, там просто по-другому никак нельзя было, и хорошо, что у меня сейчас в комментариях один чувачок посоветовал мне Пуёля купить, да, и другой мне посоветовал купить Кассилиса. В общем, видите, за этот день сколько у меня всяких годных советов, да, всё, хватит уже тратить деньги, надо их оставить на паке, и да, ещё раз, ребят, повторяюсь, да, конечно, это вот этот вот состав, он не сыгранный, да, то есть не стопроцентный гибрид, как вы там любите это говорить, но я ещё раз говорю, что буду с момента, когда буду открывать паки, буду добавлять, изменять этот состав, то есть этот состав будет меняться. Насчёт этого состава я уже не знаю, состава старичков, потому что здесь, ну, просто всё идеально. Только из правого защитника, если на какого-то тоже легенду поменять, хотя, ну, в принципе, так всё, ну, у кого есть годный совет, именно, чтобы он был тоже испанец, ну, или из испанской лиги, чтобы сыгранность была. Итальянца нет, конечно, тоже можно итальянца на правого защитника, но тогда тут потеряется сыгранность, и всё просто упадёт в жопенский. Хочу сейчас ещё сыграть матч, в общем, к этому я всё клоню, просто, я говорю, желание колоссальное, колоссальнейшее желание. Прям даже не знаю, что с собой делать, не могу не записать сейчас ещё Сирию, ещё поиграть, просто хочется и всё. Что ж, ищем соперника, испытаем сейчас новенький состав. Да, дикань, дикань, да, дикань, ну, понятное дело, почему не тащил, у него там сыгранности не было с защитниками совсем. Да и тем более, это дикань, к сожалению, уже всё. Ладно, соперник у нас, в принципе, нормальный, не читерный, и нам попадается, ну, нам попадаются такой... Итальянцы... Ну да, опять итальянская лига. Ивра, Ивра перешёл, что ли, я не знаю, наверное, перешёл, хотя у него карточка тут старая, вроде перешёл, хрен его знает. Видали у него там... Динатали, 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 я не знаю точно как, Абате я вижу у него. Ну, в принципе, хорошая команда, чтобы сейчас испытать старичков, потому что у него тоже, в принципе, не все игроки первой свежести. Так что этот матч, я думаю, будет интересен. Ну что ж, поехали. ХК, сразу же идёт в атаку. Сразу же пытается отнять мяч. Алонсо, по-моему, это Алонсо был, да? Да, Хаби Алонсо. На Тотти. Опять Алонсо. Драгба. Драгба! Ой-ой-ой, если бы прошёл бы сейчас Драгба, был бы такой бы выход один на один, но, к сожалению, нет. Так, Пуэль. Новых карточек у него уже нет, это естественно, потому что его больше уже нету. Ну и тут гол должен быть. Да. Это всё из-за медленных защитников. Тут Кассилис не виноват. Здесь защитники медленные, но, опять же говорю, этот состав чисто для фана. Так что рассчитывать, что они будут у меня тащить, это чисто так, чтобы, знаете, прикалываться. Потому что, ну, мне радует, радует смотреть на этот состав. Мне надо было всё-таки выспаться, видимо, да, перед тем, как записывать следующую серию, чтобы не пропускать такие позорнейшие галы. Да ладно, я не печалюсь, у меня всё равно прикалывает ими играть. Несмотря на то, что там такие фейлы, да и я сейчас тоже не игрок первой свежести. Поэтому, поэтому нормально. Я всё равно доволен этой командой, как бы она не играла. Так, КК, Джерард, Гикс. Так, здесь Терри поборется, Пуёль на подстраховочке. Игрок такой серьёзный, я смотрю, он уже успел меня тут два раза поймать. Естественно, Пуёль не сможет догнать. И, да. Дикань, видимо, всё-таки не был виноват в тех моментах. Потому что именно это реально из-за защиты. У меня проседает защита, но я ничего менять не буду. Я ничего менять не буду никаких. Это команда стариков. Команда стариков, она и есть команда стариков. Никакие молодые, быстрые игроки там не должны быть. Чтобы там кто ничего не говорил. Ну, ладно, может мы драгбой, забьём гол. Как и в прошлой серии. На это я очень сильно рассчитываю. Соперник мощный. Ну, ни хрена себе. Вот это Галли. Я даже хочу посмотреть на этот гол. Мартинес. Охренительно, я просто гол зарядил. Давайте повтор посмотрим. Просто красавец гол. Косилицу мне пришлось купить похуже с статистиками. То есть это новое обновление. Старое он стоит там за 60 тысяч. Я столько не готов сейчас денег тратить. У меня уже деньги кончаются. Надо доставлять их на паки. Но я показываю сейчас отвратительную просто игру. Ну и соперник тоже, извините меня. Это первый дивизион. Я играю старичками в первом дивизионе. Ну зачем сюда свистнул? Зачем ты игру остановил, когда мяч был у меня? Ну да ладно. Попробуем тут немножечко навесить. Ой, Драгба там выпрыгивал. Мог, в принципе, зарядить головой. Соперник чувствует, да. Он понимает, что этот состав не какущий. А вот здесь он... Блин, судья этот, господи. Делает всякую херню. Драгба. Кока. Кока. Хоть они и старички, да, но у них удары такие. Дриблинг, что... Так, почему Драгба подает? Нет. Давай ты подашь. Окей. Сейчас будет самое сложное. Это пытаться отнять мяч. Такими защитниками, которые у меня есть. Жерд, все, уже на последних издыханиях бежит. Бедный. Но еще один гол я пропускаю. Опять Мартинец на 45-й минуте. Да, таким составом надо играть в поменьше дивизионе. С более такими слабыми соперниками. Потому что... Ну, это не для первого дивизиона состав. Можно, конечно, чисто так с подписчиками играть, да, тоже прикалываться. Да, в принципе, я, опять же говорю, я не расстраиваюсь. Ну, да, я лечу с каким-то там счетом. Уже 4-0. Охренеть. Надо хотя бы хоть какой-то гол забить тоже. Драть приличие-то. Старая школа. Старая школа сдает свои позиции. 4-0. И даже это не вина Кассилиаса. И не вина даже диканя было. Не вина, конечно, защитников. Что они могут сделать? Они старики. Они не могут угнаться за быстрыми этими нападающими. Поэтому... Ну, они зато могут вот так вот в позиционном отборе неплохо действовать. Давай, набегай. Вот это отличная передача на Бенса. Набегает штрафную. Я хотел дать пас, но... Слишком поздно сделал это. Так, вот так не надо пропускать игрока. Здесь будет передача. Я прям вижу это, да. Будет передача и еще один гол. А, 5-0. 5-0, ребят. Лечу со счетом 5-0. Даже ничего не... Я не могу ничего поделать с его быстрыми нападающими. А со своими медленными нападающими. Я не хотел бить. Это опять тоже самая проблема, о которой я уже не раз говорил. Когда ты нажимаешь на кнопочку отбора, а мяч при этом оказывается у тебя. И такая херня. Очень быстрые у него нападающие. Как и, в принципе, все. Сейчас никто не ставит медленных нападающих. И уж тем более не ставит, как я идиот, медленных защитников. Я не понимаю, почему за таких футболистов. Я, конечно, понимаю, что они не легенды, но просить за них такие суммы, которые стоят на трансферном рынке, это, извините меня, немножечко непонятно мне. Да, я понимаю, конечно, что у кого-то там ностальгия, да, там, как и у меня сейчас, в принципе, по тому футболу. Так, ну ладно, надо организовать уже свою атаку, какая, жалко, уже все, уже не та скорость, как была прежде. Вратарь уже, он, соперник уже надо мной издевается, он, видите, уже чеканит мяч. Я ни одного удара, по-моему, поворотом не нанес. Но я все равно буду играть этим составом. Мне вообще посрать. Да, они там беспомощные, никому нахрен уже не нужные, но мне интересно ими играть. Это, понимаете, новая такая, как говорится, уровень сложности для меня. Если я буду справляться с такой командой, такими игроками, то обычными быстрыми игроками из других составов мне будет вообще просто нечего бояться. Для меня, как бы, это такая проверка, да, на уровень игры. Сейчас я пока не могу справиться с этой командой, потому что я играю ими второй раз всего лишь. Не, да, я вообще ни одного момента по воротам не создал. И, естественно, сейчас буду опять проигрывать по скоростям. Касилис, да, он тащит, тащит, но ему сложно тащить. Ему уже сложно тащить. Тем более, от таких нападающих. Я просто уже выбиваю мяч, не рассчитывая даже сейчас, что я гол забью. Хотя гол престижа бы не помешало бы забить напоследок. Чтоб тоже счет был 5-1, как и в прошлой серии. Все равно мне прикалывает этот состав. Можете писать в комментариях, что типа ты что-то собрал, говно какое-то. Да, может быть, это говно устаревшее. Но, ребят, вы тогда не уважаете, не уважаете этих футболистов. Это очень печально. Так, ну сейчас еще один пропущу. Это я уже сам уже виноват. Да, ладно, господи. 6-0. Хоть 7-0, хоть 8-0. Без разницы. Жалко, что я, конечно, моментов не смог никаких создать сейчас. Херасик Гикс-то опять как бровка-то рвет, а? Ну да. Да, этот состав полностью проиграл. К сожалению. И... Да, естественно. Сейчас попытаемся сыграть тем составом. А, другим. Потом, наверное, опять старичками сыграю напоследок. Но это уже как желание будет. 6-0, да? Господи. Вылечу второй дивизий. Я даже уже не волнуюсь. Просто я... Вообще пофигу. На спокухе просто играю и все. Как они сильно устали. Да. В принципе, неплохо буду устал... Ай, блин, я забыл поменять. Я же забыл двоих-то поменять. Да. Надо, получается, мне сейчас сюда зайти. И поменять деканя с пике на Косилеса и Пуёля. Так, ну давайте я записи тут остановлю, чтобы... Хотя, может, вы даже состав можете посмотреть. Я думаю, многим интересно, что у меня там еще сейчас осталось в команде. Так, где вот Косилес и... Ой, ёль. Ой, ёль, братишка. Медленные вы, бедненькие мои. Жалко, конечно, у нас, что у вас так... Ой, чё я ставлю? Да. Прошу прощения. Вдогоночку решил написать. Вот поэтому... Так, где... Где, 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 где... Где-то, братюня. Глагает, как всегда, FIFA World. Да, вот, Пуёль. Всё. Ну и давайте тогда, что ли, покажу вообще, какие игроки у меня еще есть. Может, кому интересно, какие у меня вообще в составе находятся игроки. Ну, имею в виду, типа, в командах. Вот такие есть. Да, Вилли. Можно было его. Я хотел сначала его поставить, но... Тогда не было бы связки с Марк Ройсом. Да? Тоже, видите, Пьянич. Йонги всякие. Ну, Думбияж, Цезар. Такие игроки. Варан. Буэна. Красавчик. Ха-ха. Обожаю тебя, чувак. Мелкий такой. Кратыш. Из Игры Престолов, блин. Ха-ха-ха. Ланнистер. Сука. Надо его Ланнистером называть. Джейми, или... Не, не Джейми, как его. Блин, я сейчас опять не соображаю. А, также я хотел... Я, по-моему, уже пропустил Делла Лаффео. Да. Где там еще у меня был... Хюсэ Родригес. По-моему, я его уже пропустил. Я тоже хотел его поставить, но... Опять же, связка не работает. Очень мало у меня испанцев. Именно в полузащите. Поэтому я решил... Этого не делать. Да, вот. Хюсэ Родригес. Тоже, в принципе, мог бы затащить. Игроков у меня дохренища. Плейно продавать надо. Вот Моралес. Моралес. Ну, это из новых уже паков. Такие дела. Ну, дальше уже, по-моему... До Морено мы дойдем. Я все опять хочу посмотреть на Морено. Я хочу опять состав собрать с Морено. Просто вспоминаю, как он тащил. Прям слеза наворачивается. Именно в первых у меня сериях. Где Бенега там? Бенега. Но я хочу посмотреть на товарища Морено. Тоже бестиара тот еще. Несмотря на то, что у него скиллы... Хреновенькие. Аршавин, господи. Я даже не знал, что у меня такие есть. Кошмар. Где Морено? Я, по-моему, его пропустил, что ли. Да, лагай. Не лагай, пожалуйста, братан. Ну, что, по-моему, до него габулов даже есть. Ё-моё, кошмар-то какой. Ужас-то. Ой-ой-ой. Мощок! Ой, кошмар! Вот его тоже к старичкам бы отнести. У меня тут просто команда старперов. Можно еще одну команду старперов собирать. Уже чисто из русских. Блин, нюков. Прикиньте. Нюков! Да. Это вообще список когда-нибудь закончится. А что, неужели Морено настолько хреновый? Или я его пропустил уже? Просто не заметил. Товарищи Морено. По-моему, еще нет, не пропустил. Что-то как-то вообще... Вот Моралес тоже, да. Ну, это уже и старый пак, а есть еще новый, да, который... Типа он лучше стал, что ли. Хурада, ну это все понятно. Велитон. Велитон, да, у меня тоже играл, я помню. Сантана. Где Морено? Где мой любимый Морено? Герой первых моих серий. Малафеев. Капец, этот список у меня никогда не кончится, походу, да? У меня столько игроков. Курани. Киржаков. Саша, Саша, Киржаков. Капец. Я тут уже, по-моему, минуты... Минут на пять засел... А, вот, Морено, наконец-то я до тебя дошел. Морено. Ай, собрать бы с тобой бы состав. Очень сильно это мне нравилось. И по скоростям, и по ударам. Лунгшоты просто колоссально. Лето тоже неплохое. Дуглас, ёптвою мать. Просто команда... Можно ещё команду, ещё и ещё команду собирать. И ещё с ещё на ещё-ещё. Так, ну ладно, последняя страница, и мне уже надоело. Да, ну, короче, это бесконечно может продолжаться. У меня дохренища игроков. Ладно, я выставил, да? Да, всё, теперь вы будете отдыхать. Сыграем этим составом. Чё-то я надолго как-то залип, уж простите меня. Так. Почему так? 79-79. Чё, хуже, что ли, стало? Чё-то там, да ладно, пофигу. Ищем соперника. И сыграем сейчас с ним. Такими темпами, если я буду с стариками играть, я вылечу. Потому что, ну... Не катят они против современных футболистов, к сожалению. Так, давай. Я даже не буду проверять. Я надеюсь на твою честность. Ага. Он меня сейчас вот этим составом просто возьмёт и надерёт мою задницу. 94-го года рождения, если верить его. Нику. Играю в спартаковской форме. Так. Чё он делает? Как-то он странный. Делает. То есть передача назад. Может у него какая-то такая задумка домашняя. Хрен его знает. Хрен его знает. Ну что ж. Пока я отнять мяч не могу. Ну, зато на угловой выбиваю. Зато выбиваю на угловой. И это может быть очень опасно. Да, это было очень опасно. Мог он меня сейчас наказать. Ну что ж, Харт. Просто очень сильно выбивает. Ну, сейчас послабее, но... В прошлом матче он просто выбил мяч охереть как. Я аж охренел. И тут я охренел просто. Ладно, надо собраться и не проигрывать уже этим составом. А то совсем уже буду для вас казаться нубом каким-нибудь. Но у него навесы, забросы. Всё по стандарту. Так что мне не привыкать уже играть против таких игроков. Но сложно играть против игроков, у которых игра головой. Очень сильно. Такой, как у Миянг там у него. Так, ну тут... Жёлтая должна быть, естественно. Блажкович! Или Блажковский! Блажковский! Вроде так. Не знаю. Простите, если опять неправильно называю. Уже должны, должны уже привыкнуть. Даже не надо уже багетить. Вы можете, конечно, писать в комментариях, как правильно. Но багетить то, что я называю неправильно игроков. Если вы на моём канале уже давно, вы должны знать, что у меня с этим всегда были проблемы. Ещё со времён FIFA. Одиннадцатый, тринадцатый, когда я записывал. Всё это уже продолжается очень много лет. Так что... Вот такие дела, ребят. Так, ну пока я вообще ничего сделать не могу. Соперник попал серьёзно. Но он играет навесами. Вот что, очень плохо. Играет навесами. Это отворот. Надо сбивать таким плохим дядям. Плохие-плохие дяди. Что он делает? Что он делает? Здесь может неплохо получиться, если Марко Ройс поборется. Но не получилось. К сожалению, оттеснили его корпусом. Да и сам он не доборолся. Ну, чувак принципиально просто идёт по флангам. Смотрите. То есть у него ни одной атаки ещё не было, чтобы он прошёл по-нормальному. Да, многим это тоже не нравится, когда начинает бомбить от навеса дрочеров. Ну а как иначе-то, ребят? Ну посмотрите. Ну это разве игра что-то? Так играют люди нормальные. Сплошными только забегами по флангам и навесами. Ну что это такое? Крузе. Не получилось пробить. Но тут лучше ау. А хотя нет, можно мяч сохранить. Вольбена! Ни хрена себе. Каратыш этот меня радует. Не перестаёт он меня радовать. Так, соперник нажал на паузу. И своими забегами, и ударами. Очень неплохо у неё это всё получается. Так, ну надо что-то с этим делать. Значит так. Вот неужели он пошёл по центру? Неужели он по флангу теперь не прошёл? Странно. Как-то странно. Нихуя! Вот это да! Вот это да! Не ожидал я такого удара. Охренеть! Он, наверное, сам в шоке. Это первый его проход не по флангу. И он результативный. Лучше бы так играй, парниш. Видишь, у тебя получается. Не надо по флангам бегать, пожалуйста. Не порт мои нервы. Вот из Подольски. Отвратительно сыграл. Ну давай ещё скажи, что я правила нарушил. Там вообще просто тупо столкновение было. Корпус в корпус. Хотя, ладно, хер с ним. Пусть свистит. Говнюк. Такой этакий. Да, удар, конечно, на славу получился. Ничего не скажешь. Это... Молодец! Судья! Просто красавчик. Низкий поклон тебе до земли. Мало того, что мяч сам отбил, так ещё и остановил, в принципе, может быть неплохую атаку. По моментам у нас равное количество повладений мячом просто ужасно. Я даже не хочу на это сейчас смотреть. Ещё ждём, пока соперник продолжит матч. Замены делает. Пищик ушёл. Да, ушёл. Пищик ушёл. Здесь какое-то сократистое. Вышел за место него. По флангу, что ли, пройтись тоже? Хотя нет, можно придумать чё-нибудь получше. Например, вот такую... Такую тему... Вальбуэна хреново пробил. Не получается пока игра совершенно. Хотя вот Вальбуэна продолжает бороться. Просто охренительный парниша. Ван лав просто. Игрок... Не знаю. Мечты моей. Смотрите, продолжает дальше бороться. Пытаться догнать нападающего. Но не удаётся. Здесь вообще отвратительно. Непонятно, что произошло сейчас. Просто удар хрен знает куда. И как знает вообще куда. В общем, проехали. Не было этого момента. Так, Подольский может побороться. В принципе, у него это получилось. Но ненадолго. Вальбуэна. Это просто... Вот сейчас он герой матча. Вальбуэна. Сейчас герой матча. Не получилось на Ройса дать. Может, Подольский сам зарядит с левой? Он может. Он может. И сейчас опять контратак ловим. Да, это я всё вижу. Но я ничего не успеваю сделать. Харт. Надеюсь на твою сноровку. В принципе, ты сейчас меня не подвёл. Вот здесь Ройс может пойти по флангу. И что-то попытаться да придумать. Но нет. Пас вышел отвратительно. К сожалению. Да, что-то как-то вообще сейчас. Даже намного хуже, чем... Здесь, да. Но... Здесь я так и думал, что он будет использовать парашютик. Но я вовремя отжал кнопку. И игрок побежал назад. Точнее, вратарь. Вратарь. Не снимал. Ну да ладно. Без разницы. Я просто сейчас удовольствие получаю. Всё. И с вами, конечно, болтаю. Надо пас дать на Ройс. Ну ой-ёй-ёй-ёй. Если бы принял. Да, вот эти все отскоки, которые появились. Они, конечно, печалят. Сейчас мог бы счёт 1-1 быть. С лёгкостью просто. Но нет. К сожалению, нет. Подольский. Пушка страшная. Вы видели, какой удар? С левой ноги как херанул. Так, надо на ближнего пытаться навесить. Всё равно получается, что-то на дальний. Нажимаю слабо, всё равно получается на... На дальнего. Хочу... Хотя, хочу на ближний. Надо всё заново привыкать. Надо заново привыкать. Ну и да. И ещё одно моё очередное поражение. Блин, даже не знаю. Может, не выкладывать эту серию? Это какой-то вообще зашквар позор. Я так и вылечу. А да ладно, господи. Чё я буду переживать? Пишите, что хотите. Можете писать, что у меня кривые руки и прочее. Как вы это любите? Ещё раз попробую сыграть с старичками. Напоследок. Скорее всего, я тоже проиграет матч. Блин, ну давай применим тебе. Давай применим тебе контракт. Давай, берись золотой и кушай. Охренительный просто. Сочный, нежный, вкусный. Золотой. Заслужил. Ладно. Не беда. Ну что ж. Старая гвардия снова выходит в бой. Все, в принципе, отдохнули. Замечательно. И ещё один матч сыграем. Закатаем ещё партиичка. Может, мне удастся всё-таки выиграть. Хотя, кого я обматываю. Я, по-моему, так и даже ещё и ни одного галат не забил. Всё мне залетает, а я ничего сделать не могу. Это, конечно, весёлого мало. Ладно, давай. Чувачок, не спи. Чувачок. Оригинально. Это самое, сука, оригинальное твое решение за всю твою жизнь. Ёб твою бать. О, я, пожалуй, не буду это озвучивать. Вы сами всё видите. Это будет сейчас просто разрыв по пенсии. В исполнении. Озалдиньо. Озалдиньо. Ну, соперника так зовут. Сейчас меня просто порвут со счётом 10. Если до этого было 5, ну, 5-1, там, 6-0, там, или сколько. Или классика, мне называется. То сейчас будет просто... Ты идиот, что ли? У тебя такой состав, чувак. Какого хера? Ты льва... Ну, не льва, это ты читер. Какого хрена он с таким составом читер? Читеры никуда не делись. Читеры, сука, никуда не делись. Потратили все мои контракты у каждого игрока. Господи, с таким составом и читерить это. Каким надо быть мудаком, извините меня. Я просто не представляю. Ещё зачем-то форму менял. Зачем ты менял форму, если ты всё равно читерил себе победу и взял, вышел из игры? Смысл было тебе ставить красную форму от этого типа то, что тебе удача, что ли, приходит? Там больше денег из читов выходит или чего? Я понять не могу. Наконец присоединился, я думал, опять всё зависло. Да, ну ладно, я выберу мистевую, без разницы. Надеюсь, ты-то нормальный. Не хочу сейчас уже проверять какой-то игрок, надеюсь на твоё благоразумие. Но опять, что долго он там думает. Опять, опять, ну опять, вот вы понимаете, ну сколько мы уже встретили за последней серии немцев. У него, кстати, Робен, Марк Ройс тоже. Сколько мы встретили за последние игры немецкие составы? Можете даже просто каждое видео врубить. Геоц, мюля. Просто видео врубить и посмотреть, что почти у каждого соперника немцы. У каждого соперника немцы. Немцы, немцы, немцы. Это нихера не интересно. Если кто-то меня смотрит из людей, кто собирает немецкие составы, да, я понимаю, конечно, что они тащат, помогают вам выиграть титул. Но вам самим приятно играть с чуваками, у которых, игроками, которые есть практически у всех. Я думаю, это не очень приятно. Потому что так-то хоть можно что-то очень оригинальное собрать, да, допустим, те же старики мои, которые сейчас играют. Чем не оригинально? Прикольно, оригинально, свежо. Такого я еще не видел, по крайней мере, FIFA World. Ни у кого. Гиггс может правый пробить. Я, конечно, понимаю, что это глупо. Гиггс так же в реале, как и я, играю левой ногой. Кто не знал футбол. То есть правый я играю очень херово. Левый играю... Тоже, в принципе, херово. Ну, нормально. Сойдет. В футбол я раньше в детстве хорошо играл. Сейчас хоть я и тренируюсь, да, в любительской футбольной лиге, там. Монтана, кстати говоря. Вот она и называется Монтана. Но, к сожалению, мои времена тоже прошли. Пропил и все. Пропил я свое здоровье, свои амбиции и прочее. К сожалению. Не быть меня футболистом. Да и фифером тоже, судя по всему, как я сейчас играю, тоже не быть. Если так и дальше будет продолжаться, то и фифером мне не надо даже становиться. Так, Драгба поборолся. Может, в принципе, дать пас на КАКУ. КАКа. Штанга. Но на добивание. Франческо Тотти. Ты меня сейчас разочаровал. У нас сейчас был отличнейший шанс хотя бы первый гол забить за эту серию. Но мы его профукали. КАК не смог попасть. Ну, попал в штангу. А Тотти не смог, к сожалению, довершить начатое. На скоке. Слабый пас на Драгбу. Поэтому, естественно, мяч отняли. Но пока, извините меня, держусь. Даже удивительно, что я держусь против этой немецкой порно. Немецкого, блин. Немецкого порева. Однако же пока получается. Не сглазить бы. Может быть, я даже сейчас и выиграю этим составом. Но я опять же говорю, не хочу каркать. Потому что это я могу. Я лучше вообще в виде у меня молчать, ничего не говорить. Ну вот и да. И все к этому идет. Если бы сейчас не Хард, который спас опять два раза. Ой, какой Хард. Это же Косилес там стоит. Косилес на воротах. Я уже путаю составы. Если бы не Косилес, сейчас было бы просто полная жесть. Косилес все-таки молодец. Давай, Гиггс. Естественно, ты не разгонишься до таких. Зато ты можешь на дриблинге попытаться что-то сделать. Если тебе еще вот такой пас дадут обратно. Может, ты поборешься. Ну, по-моему, мяч от ворот. Да. Ну, равная игра, кстати говоря. Игра-то равная. Что удивительно. Драгба может это залангшотить, а? Очень сильный был удар. И вратарь с трудом справился с этим моментом. Драгба может. Драгба может. Папа может. Все что угодно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рабен. Тот самый Рабен, который мне позволяет пока до сих пор снимать пропаки. Если бы я его не продал, я паки бы не открывал. Логично, да? Давай, набегай. Старики, кстати, играют сейчас даже лучше, чем молоденький тот состав. Что удивительно. Может, они уже сыгрались. Я не знаю. Кака сейчас просто еще один очередной охрененный удар сделал. Так, я опять сейчас на дальнюю, да? Блин, я не знаю, как привыкнуть к новому вот этому навесу. Подачу головых. Надо совсем, что ли, слабенько нажимать? Чтобы он на ближнюю или на середину вешал, а не на дальнюю. Ну что ж, в итоге счет у нас 0-0. Стариками. То есть, на секундочку задумайтесь. Последние матчи, сколько там, 2 или 3 я провел. Я летел еще в первом тайме со счетом 4-0 и прочее, да? А сейчас первый тайм. И... Старики пока держатся. Что очень-очень-очень круто и удивительно. Смотрите, они даже в защите успевают. Может, гандикап какой-то врубился. Не как какой-нибудь гандикап врубился. Типа, то, что у меня слабая команда. А у него, типа, сильные немцы. Поэтому они... Мои футболисты начали как бешеные носиться и удары делать охренительные. Кака. Накрывает соперник, к сожалению, больше половины моих ударов. Но это оно и понятно. Это и правильно, так и надо действовать. Здесь передачка последует. Ой-ой-ой. Такие ошибки нельзя допускать в обороне, пацаны. Мы сейчас можем гол привести в свои ворота. Но нет. Нет. Крайний наш защитник справился. Игра подлагивает. Давай АКК. Блин, лаги появились и играть невозможно стало. Смотрите, нет, они реально просто держатся, держатся. Старички-то, а? Старички-то заиграли? Скорее всего, гандикап. Так оно, наверное, и есть. Вот, этот пас был просто отвратительный. Уже на ушедшем с позиции игрока. Пас назад, можно так сказать. Смотри, я даже не нажимал сейчас за Пуёля подкат. Но он сам, сам из-за своих скиллов это сделал. То есть, игра уже сама мне, видимо, помогает. Да, это, видимо, гандикап врубился. Скорее всего. Иначе, это по-другому я бы никак не назвал. Я уже давно должен был лететь. Соперник, наверное, сам охраневает, что такие старпёры умудряются играть на уровне. На уровне вот этой команды. Сборной солянки. Немецкой лиги. Ну, хотя бы один гол-то я сегодня забью. Точнее, на эту серию. Сегодня-то я уже сбивал голы, но именно на эту серию. Скорее всего, нет, наверное. Игра такая, хоть и динамичная, но скучная. Так, здесь всё, полный провал. Да, нет гол. Нет. И... Это гандикап. Нет, всё, это сто пудов. Это гандикап включился. Скрипты-то, то бишь. Кто не понимает, о чём я говорю, это скрипты. То есть, заведомо слабой команде даются охрененные преимущества. Тоже, как вот Пуёль просто взял и под катом выбил пас. Но это я даже не нажимал. То есть, эта игра сама сделала. То есть, она мне помогает в управлении. Это и есть этот читерский гандикап, который все очень сильно критикуют. Даёт заведомо слабым командам возможность хоть что-то да противостоять. Вот в итоге сейчас он и промазал в пустые ворота. Хотя должен был забивать. И даже сейчас. И даже... Вот видите? Нет, это гандикап, ребят, смотрите. Вот типичный пример гандикапа. Он, наверное, сейчас сам просто бомбит. Я его понимаю. Я его прекрасно понимаю. Я тоже, когда составом ММЮ играю против слабого соперника, охреневаю, почему мои братаны играют как полное говно. И такие моменты засирают. И потом у меня начинают бомбить. И всё. Но если я сейчас ещё гол забью на последних минутах, что, по идее, всегда в гандикапе вырубается, то это будет просто... В принципе, сейчас это было практически близко. Если я сейчас ещё на последних минутах забью, я просто не представляю, как будет бомбить у моего соперника. Ну, скорее всего, счёт закончится счётом 0-0. Да, не удалось мне забить именно в этой серии голы. В основном забивали мне. Но, надеюсь, ребят, вам понравился на спокухе такая серия тоже вдогоночку, да? Просто захотел поиграть. Всё, теперь уже я серьёзно, серьёзно, серьёзно говорю, что в следующей серии буду играть уже именно в нормальном настроении, полусонном, там, полу, там, залипшим состоянием. Что ж, ладно. Ребят, оценивайте, там, комментарии пишите. Да, конечно, это полное позорище. Ну, ладно, не расстраиваемся. Господи, я уже давно уже просто для всего удовольствия играю. Когда-нибудь я всё равно получу первый дивизион. Когда-нибудь до этого всё равно дойти. Даже, может быть, стариками, одними стариками дойду до чемпионского титла. Ладно, всё, серия уже долго идёт. Спасибо за просмотр, дружи. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам всё понравилось. Всем пока, ребят.